На протяжении дня из центра города, тем более на окраинах, регулярно были слышны разрывы снарядов украинской артиллерии, а также ракет, систем залпового огня, град, в основном Киевский, Куйбышевский район, напомню, которые примыкают к аэропорту. Как сообщил нам заместитель командующего корпуса ополщения Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин, своих попыток отбить аэропорт украинская армия не оставляет. Регулярно на этом направлении случаются прорывы, они с такой же регулярностью отражаются. Прорывы осуществляются по всему периметру и линии фронта, начиная от юга и дальше туда на север, ближе к Дебальцево и к границе с Луганской народной республикой. Предлагаю послушать, что он сказал на пресс-конференции о потерях вооруженных сил Украины и в технике, и в живой силе. Всего за сутки в результате боестолкновения общие потери силовых структур Украины составили 5 танков, 1 БМП и 1 САВ. А также до 40 человек убитыми и ранеными. Захвачен 1 танк, БРДМ и МТЛБ. В плен сдались 5 украинских военнослужащих. Что касается потерь ополчения, то называется цифра 13 человек убитыми при отражении этих атак и порядка 30 человек ранены и доставлены в госпиталь военный здесь, в Донецке. Но наиболее пристальное внимание, как ни странно, к себе сейчас вызывает не аэропорт, который, в общем-то, уже находится под достаточно прочным контролем армии ДНР, а вот дебальцевские котелы. Это на север от Донецка, недалеко от населенных пунктов и достаточно больших, они достаточно кучно. Куда друг от друга находится это Шахтерска, в том числе Снежное, Торрес. Именно речь идет о Дебальцевском котле. Самостанция Дебальцева является стратегической, там достаточно мощный железнодорожный узел. Котел расположен, там по-прежнему находятся силы ВСУ. Если говорить о самом котле, пока что его называют языком, то есть котел еще не замкнулся и они не в полном окружении находятся, имею в виду украинские военные, то по разным оценкам до 8 тысяч человек может быть там на этот момент. Уже технику тоже пока что, ну, десятками единиц, естественно, исчисляется. Пока что котел не замкнулся, как нам рассказал Эдуард Басурин, необходимо, естественно, отбить Дебальцева. И вот это после Иловайска, наверное, вторая по значимости железнодорожная узловая станция, ну, не считая самого Донецка, для республики. Так называемый Дебальцевский язык, он находится клином, который входит и очень близко подходит к населенным пунктам. Если мы говорим, как Шахтерск, нацеленность Острея идет туда. Плюс Янакиво. А с другой стороны, это Луганская народная республика. Поэтому нам хотелось бы, что такого названия, как язык, его не существовало. Обстрелы продолжаются до сих пор. Мы слышим разрывы в районе Петровского и Киевского районов на протяжении уже последнего часа. Они с наибольшей интенсивностью слышны здесь для нас в центре города. Что касается потерь среди мирного населения, то вот помимо тех погибших, которые были предыдущей ночью, пока что о новых жертвах неизвестно. По крайней мере, так и сообщил на своей пресс-конференции Эдуард Басурин. Семен Пеков, Константин Кабаидзе, Live News, Донецк.